Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре серия маховых удилищ от компании Сабаниев Evolution Pro. Удилище известно достаточно давно, много лет производится. Очень полюбились, в общем-то, рыболовами, не только поплавочниками, но и почитателям Лями, летней мормышки. В общем-то, это нормально и правильно, потому что изначально создавалась серия под боковой кивок. Поэтому, почитатели бокового кивка-летней мормышки, пожалуйста, серия Evolution Pro. Это, наверное, лучшая серия для вас на российском рынке. По совокупности характеристик, это и цена, и отличные характеристики в плане веса, баланса, толщины комли и так далее. И, соответственно, поддержка бесплатная запасными частями. Да, действительно, любой покупатель может получить на них запасную часть совершенно бесплатно. Об этом, пожалуйста, посмотрите на сайте Multifish, магазина моего. Значит, сразу хочу упомянуться. Почему? Потому что много поступает таких вот жалоб, что называется, не жалоб, а звонков, сигналов, можно правильно так сказать. Удилища у нас не было примерно год в связи со всеми известными событиями в России. Поэтому поставки задерживались, но по какой-то причине параллельно с этим стала информация, что кто-то где-то купил Evolution, который, в общем-то, у нас нет, как у производителей. Поэтому мы, в общем-то, попросили, да, и купил, и сломали на первой рыбалке, на второй рыбалке. У всех, в общем-то, ну, тут два человека у меня было, которых вот я лично общался, и люди привезли мне показать колено. Я увидел, что там заменены просто одно или два колена. В одном одно, третье, во втором четвертое, пятое. И в этих коленах они и сломались. Причем колено совершенно не наше. Вот, поэтому имейте в виду, что не нужно покупать в непроверенных местах. Все-таки покупайте в официальном магазине. Официальный розничный магазин от компании Сабаниев – это Multifish, он единственный в России, ну и, соответственно, интернет-магазин. Просто если вы не уверены, где вы покупаете, не уверены в продавце, будьте осторожны. Потому что если вы видите удочку и коми, он вроде как оригинальный, то совершенно не факт, что продавцы недобросовестно не заменили там какое-то колено. Я так понимаю, понимаю, от чего это происходит, потому что стоит удочка где-то, допустим, год условно, не продается. И приходит к человеку, это вот реальная история абсолютно, да, я понимаю, откуда это берется. И вот приходит к человеку, люди, да, звонят, говорят, мне нужно там второе колено, мне нужно третье колено. Но в официальном магазине у нас, у меня, да, Multifish их нет. Соответственно, они начинают искать в других местах. Обычный, скажем так, владелец какого-то там небольшого магазинчика, ему лишь бы что заработать, он думает, привезут колено потом запасное, я вставлю. Он берет и разбирает эту удочку на колено. Вот, а колено мы не привозим в должном объеме, да, и те же колено я распределяю, в общем-то, в какой-то мере, ну, да, вот, именно среди своих покупателей. Поэтому часто они заканчиваются там в этот же день, как они приехали. И для того, чтобы эту удочку восполнить, люди туда вставляют какие-то китайские колено. В общем-то, и получается так, что одно, два, а то и три колена удилища неродных. Ну, и, соответственно, люди, владельцы магазинов рыболовных, ну, вот, по моему общению, я знаю очень-очень многих, ну, на 80% не очень понимают вообще конструкцию удилища и того, чего они продают. Поэтому, скажем так, что такое, если подходит по диаметру, как мне рассказывали, они очень многие, это значит, все замечательно и все отлично, и можно забыть. А на самом деле это не так. То есть диаметр может совпадать, а вот конусность не совпадает. И, соответственно, у вас, когда одно колено входит в другое, оно должно распределять равномерно нагрузку в каждую точку соприкосновения этих колен. Соответственно, если конусность не та, у вас будет в каком-то месте давление, там, 90%, а на всю остальную площадь 10%. Ну, и, соответственно, поломка будет в этом месте. Плюс к этому толщина стенок. То есть эволюшины, как и те же лидеры мои, да, лидеры, проектированные по колено, по большому счету. То есть мы статическую, динамическую нагрузку на них тоже испытываем. И поэтому с ростом нагрузки, чтобы колено какое-то, когда там первый хлыстик вы тянете, да, второе колено следующее, вот чтобы не ломалось второе до поломки, еще оно должно уже начинать загружать третье. Третье должно загружать четвертое. Поэтому чуть-чуть ошибешься в толщине стенок и ломается уже какое-то колено. Если, допустим, третье колено будет толстым, вы сами понимаете, второе вы нагружаете, а оно не успевает передать, не может на более толстую колено последующую передать нагрузку. Чтобы оно тоже изогнулось, соответственно, и оно ломается, второе колено. Ну, соответственно, и дальше. Поэтому люди некоторые это не понимают и вот начинают туда тыкать какие-то непонятные колена, совершенно неподходящие. Поэтому еще раз предостерегаю вас от покупки удилищ в других магазинах и даже в крупных. Потому что было дело тоже не один раз, еще в том году, и даже не с эволюшинами, а вот с фотонами. Те ли у нас была такая же история, когда люди приходят и говорят, вот там в том, там-то, там-то, вроде крупный магазин. А продавцы, в общем-то, заменяют еще что-то, чтобы лишь бы вот 7 минут на навариться, продать одно, два, три колена из удочки, вытащить. А дальше лишь бы чего ставить, чтобы эту удочку тоже, опять же, продать. Поэтому вот, имейте это в виду. Значит, поехали дальше. Значит, карбон Торей, японский, качественный. В этих удилищах идеальное сочетание, я считаю, они лучшие для кивка на российском рынке по совокупности характеристик. Это надежность, это жесткость, это технические характеристики такие, которые идеально попадают в золотую середину между весом и между возможностями удилища. Сами понимаете, о чем я говорю. Это, если удилище легкое, то оно обязательно будет хрупким. Поэтому здесь нужно было сделать, чтобы удочка могла использоваться кивочниками, могла ловить. В общем-то, на нее можно было вывести карпа, карася крупного, продрать его через камыши, но в то же время, чтобы эта удочка была легкой. Потому что можно очень легко сделать мощное удилище, толстые стенки, но оно будет либо шланговым, либо неподъемным, либо с толстым комлем. Потому что, кто не знает, что еще один секрет производителей для того, чтобы из дешевого угля сделать быстрый и относительно строй, потому что из дешевого не получится это сделать, только одним способом получится, это увеличить конусность бланка. Либо, ну, конусность бланка. Соответственно, толстый комель, бешено-толстый, да, и дальше уже на нет сходе, тогда хоть как-то вы можете поймать вот этот строй. То есть, вот здесь, вот в Эволюшинах, мы сделали максимальную золотую середину вот всех этих характеристик, что я перечислил, да, то есть, это оптимальная золотая середина. И плюс еще бесплатные запасные части, ну, об этом вы почитаете, как я сказал, потом. Значит, транспортная длина 139, сразу вам говорю, ну, на всякий случай, люди просят параллельно с ними мерить, им так нравится, 139 сантиметров. Значит, удилище выпускается в длинах 5, 6, 7, 8, 9 метров. Замерим толщину комля в месте хвата. Значит, начнем с пятерочки. Толщина комля у нас 23, ну, 22,5 с миллиметра. У шестерки 25,5, у семерки 27,5, у восьмерки 29,5 и у девятки 31 миллиметр. Значит, далее, что скажу еще по поводу... А, давайте, наверное, взвешу, чтобы не забыть, а потом уже еще нюансик там скажу по хлысту вам. Значит, вес я пробки не снимаю, они практически ничего не весят. Значит, 168 грамм весит пятерка. 228 грамм шестерка. Семерка у нас весит 320 грамм. Восьмерка 400 грамм. И девятка 483 грамма. Значит, по поводу пробочки. Как вы знаете, на моей серии «Лидер» точность такие же я поставил неопреновые пробки. И фотоны тоже стали идти с такими же неопреновыми пробками. Для меня это лучшее, что есть. Она плотно садится, эта неопреновая пробочка. Она не вылетает просто так, даже если ее вот съемки... Видите? То есть она надежна, видите, не вышла ни на микро. Значит, плюс тот, что она не тонет, если в воду случайно уронили. Она мягкая с торца, то есть торцы колен не бьются, не скалываются, хлыст не отламывается. Дальше по комлевой пробке. Хотел заменить и поставить сюда резину, но по конструкции нужно менять пробку полностью. Просто сюда поставить, приклеить кусок резинки на заводе не получается. Поэтому по, скажем так, отзывам понимаю, что людям устраивает все как есть, поэтому менять это все ничего не стал. Пробка пластиковая с дырочкой для слива воды и вентиляции. Дальше колено, торцы колен идеально обработаны, отпилены. И, соответственно, имеют небольшое утолщение. Специально тут 2-3 ленты домотаны для того, чтобы стыки сохранялись долго и не ломались. По хлысту удилища комплектуются полом хлыстом, жестким. Соответственно, если вы ловите на кивок, вы прямо на него одеваете кивок. Он жесткий, согнуть его тяжело. Вот я не хочу дать, чтобы здесь не сломалось уже. То есть на полной вытяжке это можно делать, сейчас нет. Значит, либо, соответственно, если вы поплавочник, вы скрепите сюда коннектор 1,5 мм. Я советую от фирмы СТОНФА. И, в общем-то, проблем у вас никаких не возникнет. Значит, давайте раскладывать и посмотрим строй. Друзья мои, ну вот я разобрал. Константин Михайлович нам поможет в плане строя. Ну, сами понимаете, 9-метровые тут крайне тяжело что-то сделать. Ну, хотя бы покажу. Смотрите, вот пятерочка. В руках идеально лежит. Видите, какая она строга. Это просто струна. Стрела такая. То есть абсолютно жесткая, быстрая палка. Видите, мгновенно восстанавливается. Тут же принимает форму. Но она такой строй идентичен у всех. То есть это ловля карпика, карасика. В общем-то, можно ребенку дать, жене неприхотливая палочка. Так, давайте тогда по строю покажу вам. Пятерочку нагрузим. Ну вот по строю они будут идентичны. Сразу вам скажу. Видите, какой жесткий строй. То есть верхняя часть она играет, а дальше уже практически встает. Но начинает потихонечку распределять нагрузку. То есть строй быстрый. Палка очень хорошая. Для почитателей быстрого строя это вот все ваше. Значит, шестерочка. Аккуратненько сейчас в дверном проеме разберемся. Хоть, ну, я понимаю, что это все не идеально. Можно, конечно, на улице снять, помахать. Но хоть пока нет возможности дождь, хоть что-то. Вот шестерка. Точность так же. Видите, быстрая палка. Отличная. И в руках лежит очень легко. Ну, давайте нагрузим теперь ее. Девятку, наверное, я грузить не буду. Потому что просто негде. Смотрите. Вот мощно я беру. Сильно давлю. Насколько это можно увидеть. Видите, палка быстрая. Значит, семерочка. Надо что-то придумать, конечно, для длинных удочек, чтобы вам показывать. Вот, смотрите, семерочка. Стараюсь ее вверх. Тоже ни единая вообще, ни микрончика. Вниз никакого провала хлыста. Быстрая семерка. В руках лежит тоже легко. То есть, я не скажу, что она тяжелая. Вообще, даже и близко этого нет. Хорошая палочка, но с очень хорошим запасом по прочности. Давайте нагружаем. Вот, сильно тяну, видите. Она еще и рылочки, видите, амортизирует. Но быстро. Так. И дальше уже такая тяжелая артиллерия. Это восьмерка. Восьмерка в руках приемлемо лежит. Не могу сказать, что легко. Но, видите, она тоже не завалена вообще. То есть, как струна. Или стрела, кому как нравится. Точность так же. Вот, видите, она тут же встает. Смотрите, никаких вопросов не вызывает. Ну и, соответственно, нагружаем ее. Ну, насколько, не знаю, видно это будет. Но, как могу, да? То есть, быстрая очень палка. Отлично. Она течении держит просто шикарно. Ловля на поплавок на течении. Это вот просто конек серии тоже Evolution Pro. Так. Ну и девятку я сейчас вам покажу. Но нагружать мы и не будем. Просто уже, видите, негде. Там у нас уже коробки. Скоро переезжаем. Так. Смотрите. Вот она девяточка. Тоже жесткая, быстрая палочка с хорошей игрой. Вот я могу даже показать. Видите, вот я играю. Я на кивочек тоже ловлю. Видите, отлично она ловит. Отлично играет. Шикарно. Ну, вот потрясушки такие вот. Ну, насколько это возможно. Ну, здесь неудобно, конечно, очень. Ну, вот посмотрели, уважаемые друзья. Как видите, жесткие, быстрые палки. Универсальные. Кто не хочет, что называется, париться и трястись над ней. И не знает, сегодня я за платвой поеду, завтра я за боковым кивком, а послезавтра на карпа рыбхозного. Это Evolution Pro, поддержка запчастями. Отличные характеристики для мощной, быстрой, жесткой палки. По чехлу. Ну, был чехольчик раньше, такой, с тоненького материала. Люди просили меня сделать другой чехол, с другого. Почему? Потому что, когда он лежал, удочка в чехле перевозилась в тубусе, то и терлась вот в этих местах, то материал был зализан и такой, ну, светился, в общем-то, зализанный был. И поэтому людям это не нравилось. И здесь, в этой серии, вот в этой поставке, чехлы чуть-чуть поменял. Они стали более плотными. И, соответственно, этот материал не даст такой вот блеск, блик. Вы от вытирание. И, соответственно, верхний клапан на липучке. И, в общем-то, дальше уже все просто. Шовчик ровный, аккуратный. В общем, на этом все. Всего вам доброго. Обязательно подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok